С начала этого года Молодежная палата второго созыва проводит прием граждан. Обращаются люди как по личным вопросам, так и представители различных молодежных организаций. А сегодня обратились два человека по поводу улучшения жилищных условий. У нас очень маленький домик, и возить детей с пригорода, учиться в город, это сложно, особенно зимой. У меня ребенок инвалид. По всем инстанциям, куда бы я ни ходила, мне везде красиво отказывали. Поэтому мне пришлось обратиться в эту палату, чтобы как-то сдвинуть с места мою проблему. Я хотела бы обратиться по поводу сноса нашего жилья. Нет никаких условий. У меня в данный момент маленький ребенок, то есть невозможно не помыть его. Нет канализации, нет горячей воды, нет никаких условий. То есть туалет у нас на улице. Цыпятся потолки, проваливаются со второго этажа на первый, которая залита фанерой. То есть ребенок бегать любое время может провалиться. Плесень на потолках, везде капли, все это собирается. То есть полная антисанитария. Я сама прожила в этом доме 28 лет. Только слышу обещание о сносе, о том, что жилье считается ветхим. Они вошли в программу под снос, так же, как и те дома, которые снесены сейчас. Они вошли в под снос. По данному вопросу, конкретно касающейся данной девушки Екатерины, могу сказать следующее. У нас население достаточно мало интересуется теми возможностями, которыми они обладают. В основном люди, проживающие в домах под снос, они пытаются как можно больше давить на снос собственного дома, чтобы им дальше раздали там квартиру уже в новых строительских домах. А остальными программами не интересуются. И основная наша задача – донести эти возможности. Понимаете, человек пришел с проблемой какой-то, а на самом деле может быть проблема не в том, что ему кто-то не помогает, а проблема в том, что он просто не знает каких-то своих возможностей. Дом, судя по фотографиям, в ужасном состоянии. Живет она с матерью, с мужем и с ребенком на телеках квадратных метрах. Ну, разумеется, мы туда съездим, убедимся, сделаем фотографии. Тут надо что-то посодействовать в решении данного вопроса семье, потому что муж военнослужащий, служил в Шечне, и очень, конечно, печально, что приходится жить в молодой семье в таких условиях. Подробнее о часах приема в Молодежной общественной палате можно узнать на сайте мог-уфа.ру